Добрый день, уважаемые коллеги! Мы продолжаем занятия в школе банкротства для миллионов. Рассмотрим, как работает наш сайт «Финансы поют романцы». Зарегистрироваться на сайте не так сложно. Если у вас есть опыт работы в социальных сетях, то вы сможете пройти процедуру регистрации легко. Получить письмо, нажать на гиперссылку, и в результате вам будет доступен материал курса. В действительности даже без регистрации вы можете в режиме гостевого доступа выбрать курс «Путь к финансовой свободе через банкротство». Откроем его. Как видите, здесь основные элементы – это новостной форум, где специалисты обмениваются новостями. Имеется словарь специальных терминов. Он раскрывает значение тех терминов, которые встречаются в специальной литературе. Они будут также встречаться в определениях судов. Но, возможно, вам не знакомы. Мы утверждены, что нет необходимости учиться пять лет в юридическом вузе для того, чтобы изучить эти несложные термины. Кроме того, особенность закона о банкротстве состоит в том, что многие юристы рассматривают этот закон как крайне сложный. Это действительно так. Не случайно в свое время президент Дмитрий Анатольевич Медведев отмечал, что необходима дорожная карта закона о банкротстве. То, что касается книги «Сам себе банкрот». Давайте рассмотрим эту книгу. Здесь рассказывается пошагово, как подготовить заявление для подачи в арбитражный суд заявления о банкротстве гражданина. Итак, здесь вы видите небольшой клип. Вы можете его включить и прослушать. Начнется движение. И так далее. Затем выбираете то, что вас интересует. Напоминаю, что закон о банкротстве составлен настолько небрежно, что даже не учитывает ситуации семейного статуса гражданина-заявителя. Разумеется, невозможно обманкротить одного супруга, состоящего в браке, но при этом не затронуть интересы другого супруга. Не случайно в числе приложений к заявлению о банкротстве необходимо приложить свидетельство о браке, либо свидетельство о разводе, решение суда о разделе имущества, либо брачный договор. Одним словом, мы подготовили два варианта заявления. Для граждан, которые не состоят в браке и не имеют имущества, долги в результате расторжения этого брака. Вопрос не урегулирован, точнее. Либо гражданин состоит в браке. Давайте выберем вариант гражданин состоит в браке. Итак, здесь даны те комментарии, которые я вам уже сказал. Как видите, это заявление легко пролистывается. В режиме гостевого доступа это заявление доступно только лишь для просмотра. Если вы подпишетесь на платную подписку, то это заявление будет доступно вам для скачивания, что максимально облегчит работу с этим заявлением. Как видите, здесь приведены примерные данные, и само это заявление по себе вовсе не означает, что оно будет принято арбитражным судом. Что имеется в виду? Вам могут отказать. Параллельно отвечая на вопросы, вы можете проверить свою квалификацию. Как видите, система подсказывает правильные и неправильные ответы. Вопросы достаточно несложные. Ответы на них содержатся непосредственно в клипе,